Давайте начнем, наверное. Итак, цифровая трансформация. Давайте подумаем, что это такое. Как вы считаете, что это такое, вообще, цифровая трансформация? Кто-то может сказать? Я могу сказать. Да, пожалуйста. Это цифровство реального мира, переведение его в удобный, понятный, систематизированный язык терминов. Ну, а цифровка каких-то экономических и бытовых моментов и возможности их управления. Управление. Нет, ну близко все, очень понятно. А вот давайте уберем, что цифровой трансформация, это что? Преобразование. Отлично, преобразование. Преобразование. Изменение формы. Изменение формы. Вы знаете, по старому латинскому, трансформатио означает изменение, преобразование. Есть еще прекрасное слово метаморфоза. Вы помните, да, как изменение в общем? Да, как вот эта гусеница превращается в бабочку, вот это метаморфозом. Было бы интересно назвать клуб, клуб цифровых метаморфоз. Ну, это шутка. Так что же такое? Ну, вообще, это не новое понятие, цифровая трансформация. Это вообще-то мы этим занимались давно. И если мы говорим о том, с чего это все начиналось, ну, это всегда называлось автоматизацией. Это было внедрение этих решений, повторяющихся процессов. Затем мы перешли в другую стадию, которая называется цифровизация, то есть улучшение с помощью тех же этих решений. Здесь оптимизация процессов, реинжиниринг, здесь было такое прекрасное слово. И анализ данных для принятия решений. Ну, вот, наконец, сейчас мы говорим о таком сочетании, как цифровая трансформация. Здесь главным является появление новых моделей деятельности. То есть через снижение транзакционных издержек. Мы сейчас будем говорить об этом очень много. Что такое транзакционные издержки, как их снижать, зачем платформы. Вот это соединение новых технологий и традиционной сферы приводит к появлению новых продуктов и процессов. с совершенно иными качествами. Если говорить о секторах цифровой трансформации, мы с вами видим, да, вот это изменение, трансформация, она характерна для государственного управления, то есть государства, здесь бизнес, здесь мы имеем в виду цифровую экономику и граждане. Государство – это новое качество, культура принятия решений. Бизнес – это то, о чем мы сейчас будем очень говорить в этой презентации, это цифровую платформу. И выступление я сделал поровну на этом, на цифровых платформах. Ну и суперсервисы, то есть конкретные услуги государственные и другие для решения жизненных ситуаций граждан. Если мы говорим о модели цифровой трансформации, вот эту модель я создал Сбербанк для, они делали это для e-transformation. Кстати, контент вот этот, который я использую, Ранхиггса, там мы видели значок, есть центр по подготовке руководителей цифровой трансформации, они предоставили, я там проходил обучение как преподаватель. Так вот, эта модель цифровой трансформации включает в себя культуру и взаимодействие. Если без этого никак, понятно, что культура ориентированная на взаимодействие и принципы честного и открытого общения, толерантное, открытое и честное общение. Конечно же люди. Люди, без них понятно никуда идти. И их компетенции. То есть это уникальные специалисты, способные быстро обучаться новым навыкам. Это инфраструктура и инструменты. Понятно, что это все работало, нужна определенная структура, нужны инструменты. Здесь мы говорим о технологиях, о различных технологиях, которые... Тушите свет. Хорошо, продолжаем. Оптимизация процессов, то есть мониторинг, постоянная оптимизация процессов. Это невозможно без данных. Стратегический подход к управлению данными, то есть в том числе в режиме реального времени, обеспечения безопасности. Ну и модели. Экономические модели, основанные на процессе постоянных инноваций. Вот это модель цифровой трансформации. Мы постоянно говорим о цифровой экономике. А как мы с вами понимаем, что это такое вообще цифровая экономика? Может кто-то сказать? Нет, тут много правильных ответов, но я бы хотел, может быть, услышать. Что такое цифровая экономика? Может кто-то? Цифровая экономика – это экономика, в которой системность ее организации достигается с помощью фактора автоматизации процедуры арбитража в отношении к международному хозяйствующему суду. Вас как зовут? Сергей. Сергей. Это еще одна версия. Запомните, версия из Сергея. Сейчас мы рассмотрим различные версии, которые существуют в мире. Вот правительство Австралии, как говорит, что такое цифровая экономика? Это глобальная сеть экономических, социальных видов деятельности, которые поддерживаются благодаря таким платформам, как интернет, а также мобильные и сенсорные, внимание, сенсорные сети. Всеверный банк – система экономических, социальных, культурных отношений, основанных на использовании цифровых ИКТ. Экономика, которая, вот Фокстронский как определяет, экономика, которая главным образом функционирует за счет цифровых технологий. Здесь во главу поставлены цифровые технологии, особенно электронных транзакций, осуществляемых с использованием интернета. Организация экономического сотрудничества говорит, рынки на основе цифровых технологий, которые облегчают торговлю товарами и услугами. Вот экономист и компания IBM. Это экономика, наконец-то мы слышим экономика. Цифровая экономика все-таки экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей. Правительство Великобритании, смотрите, что говорит, что находится про экономика. Производство цифрового оборудования, издательская деятельность, медийное производство и программирование. Наши говорят, вот, стратегия развития информационного общества, хозяйство и деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде. Обработка больших объемов, использованные результаты, анализа которых, по сравнению с традиционными формами хозяйства, позволяют существенно повысить эффективность. Евразийский союз. Экономическая деятельность основана на цифровых процессах, моделях, технологиях, цифровых товарах, сервисах, в том числе производимых электронным бизнесом. И китайцы. Почему китайцы, я объясню. Я здесь буду приводить примеры. Как китайцы успешно преодолевали сопротивление, сделали, наиболее, мне кажется, развитую в этом плане инфраструктуру. Цифровая экономика – это экономическая система, основанная на использовании цифровых технологий. То есть, во главу ставят цифровые технологии, которые приводят к фундаментальным изменениям в экономической среде и экономической деятельности. цифровая экономика также представляет собой новую единую связанную социально-политико-экономическую систему. То есть, это новая формация. То есть, они ее определяют как новую формацию. Видите, разные точки зрения. У нас еще есть точки зрения Сергея, да, добавилось к этому. Но что делать? Как нам определяют направление? То есть, изучая вот как раз цифровую трансформацию, чем я могу вам заниматься, и цифровые платформы, приходится рассматривать вот эти все различные точки зрения. И все решения, чтобы выбрать наиболее значимое. Мы видим здесь и стеклит IT-технологии, и глобальная инфосистема, и технологии управления, роботизации транзакционной машины. Вот про Китай. Почему я взял Китай? Потому что маленький пример такой по искусственному интеллекту было сравнение трех стран по использованию этой технологии, по вложению в эту технологию. Скажем, Соединенные Штаты и Россия. Государство вкладывает по 2 миллиарда долларов. Где-то приблизительно одинаково. 21 мая два сенатора делали доклад. Соединенные Штаты 2,2 миллиарда государства дают на это развитие. У нас где-то тоже будет приблизительно 2 миллиарда долларов. А вот дальше идет интересно, сколько вкладывает в это бизнес. Если мы говорим о нашем, ну где-то приблизительно столько же. А вот если американцев, то это порядка 20 миллиардов долларов. То есть явно США нас тут обыгрывает. И теперь внимание самое интересное. Китай. И что Китай? Китай государство вкладывает порядка 30 миллиардов долларов. И, значит, бизнес вкладывает около 60-80 миллиардов. То есть вы видите, какая разница. Почему я здесь взял и буду рассказывать не о достижениях США, хотя они есть, присутствуют, будут сравнения. Но мы говорим о Китаре, о их движении по цифровой трансформации. И как это было? Ну, вы знаете Джека Ма. Все знают Джека Ма, кто такой? Это создатель Али Бабы. У него очень интересная география. Он на самом деле плохо учился. И единственное, что ему нравилось, английский язык. Он ездил на велосипеде в соседний отель, чтобы поговорить с англоязычными. И изучить этот язык. Два раза поступал в колледж и не попал. Ну, все-таки закончилось, стал переводчиком. И как-то его... Он был преподавателем в электронной школе, в электронном институте. Его послали в Соединенные Штаты в 95-м году как переводчика вместе с делегацией. И вот он там увидел интернет. Он так был поражен. Он увидел интернет. И понял его всю глубину и важность. Но он просто взял там, в поисковик забил. В поисковик забил китайское пиво. Это было 95-й год, конечно. Это все работало очень медленно. Но вдруг он увидел, что никаких поисковик не выдал никаких результатов. То есть, явно было, что самый популярный товар, а китайцы очень любят этот, чуть ли не национальный напиток, пиво, явно в Соединенных Штатове. Об этом ничего не известно. Вот он придумал. Когда он приехал, он, конечно, с ума сошел. Он создал первую компанию веб-сайт вот этой страницы Китая. Собрал компанию, свою 2000 долларов, трехкомнатную квартиру. С этого началась Альбаба. И он рассказывает, что он хотел показать всем друзьям, что существует интернет. Вот этот интернет грузился три часа. За это время они там играли в игры, пили чай. Вот три часа страничка грузилась. Но это не помешало ему стать к этому человеку, который... Он там даже пишет в своей книге, я расскажу, что был период, когда я пытался устроиться на любую работу. Хотя у меня было образование, английский язык, но меня никуда не брали. Меня даже не взяли помощником менеджера в KFC. Это понятно. Помощником мне менеджера. А потом этот человек стал, благодаря трансформации, кстати, и внутренней, и пониманию тех процессов, которые происходят в мире, он стал, по-моему, 18-м человеком по Форбесу. 36 миллиардов долларов. Итак, 97-м по заказу уже Министерства внешней торговли. Мне нравится вот в Китае реакция государства. Как государство относилось к вот этой трансформации, оно сразу же начало понимать, что это очень важно. Не рассказывать о том, что там хомячки сидят в интернете, а то, что сразу же ему предложили сотрудничество. И он делает первые сяди Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества, которые называются Моин-Кричайна. то есть государство осознанно поддерживает создание платформ, среди которых мы не начали. И Джек Мара проводит Китайским международным центром электронной торговли Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества. Всего лишь съездил зарубеж и понять, что происходит в мире. Все это было основано на теории транзакционных издержек, конечно. То есть мы говорим о том, что Нобелевский лариат Рональд Гарри Фауст, Коукс, американский экономист, он еще в 1937 году написал о природе фирмы, рассматривая процесс особого рода издержек. Он их назвал транзакционными. И вот в 1960 году он выпустил статью проблемы социальных издержек, которые было показано, что с помощью договора между сторонами на определенных условиях можно минимизировать вот эти внешние воздействия, внешние факторы, эти внешние факторы перевести во внутренние. В 1991 году стал лариатом Норбинской премии. Итак, транзакционные издержки, транзакционные корси, затраты, возникающие связи с заключением контракта, в том числе с использованием рыночных механизмов, то есть издержки, которые сопровождаются в отношении экономических агентов. Есть теорема у него, теорема Коуза, она звучит с лучшим образом. Если права собственности всех сторон тщательно определены, а транзакционные издержки равны нулю, конечно, результат не зависит от изменения распределения права собственности. То есть права собственности уходят в сторону по сравнению с издержками. В этом суть теоремы. А когда транзакционные издержки равны нулю, что это значит? Вот смотрите, какая картина, что все знают и новое узнают мгновенно, однозначно. Все друг друга понимают идеально, то есть слова не нужны. У всех со всеми всегда согласованы ожидания и интересы. При изменении условия согласование происходит мгновенно. Любое партонистическое поведение исключено. Каждому товару и ресурсу соответствуют множество взаимозаменяемых. Вот ответить, могут ли быть издержки равны нулю? Сейчас никак. Потому что, ну вы понимаете, это то, к чему нужно стремиться и то, на что нужно обращать внимание. Именно он это и вылил. Вернемся к Китаю. Вот Китай, есть книжка такая, которая называется «Как Китай стал капиталистическим». Его написал Стивен Чунг, американский экономист. Он как раз и занимался исследованиями в этой области, в области теории транзакционных издержек и теории прав собственности. И добился вот известности в Китае и два нобелевских лауреата по экономике Рональд Коус, о котором мы сейчас говорили, и есть Джозеф Стиблис, известный критик неолиберализма и действий МВФ. Вот они очень вспоминали большой вклад в теорию транзакционных издержек именно этого Стивена Чунга. Так что в 2008 году в пятидневной конференции по экономической трансформации Китая вступительное слово Рональд Коуза, а первый доклад был Стивена Чунга. Он описывает, каким образом Китай стал капиталистическим и, откуда этот рост. Что произошло, почему это все произошло, почему произошла такая резкая трансформация, когда люди, я был в Китае, очень интересно, Гонконг понятно, Гуанчжоу, Шиньджинь, там реально видно, что люди прямо с хитом перепрыгнули в Мерседесы. Что произошло? Государство поняло глобальную важность цифровой трансформации. Посмотрите, что они дают. Они дают планы создания системы социального кредита, они создают национальную программу Майден Чайна, Государствен Китая план по активному развитию интернета, план разработки искусственного интеллекта, об этом мы говорили, программа развития электронной коммерции. Вот это все они назвали глобальной инициативой человеческое сообщество с единой судьбой. И отношение руководства Китая, что мы не изолируем себя, мы живем в одной единой глобальной деревне, в одном едином месте и периоде, где сливается воедино, история и реальность. государства и бизнес, конечно. Рыночная оценка Байду, Алибабай и Тенцент, вот эту трое самых мощных, здесь можно на графике увидеть, это достигает одного триллиона долларов. Это единороги, это компании, которые формируют бизнес-структуру Китая, и более того, 50% единорогов Китая, суммарная оценка около 300 миллиардов, контролируется, поддерживается Байд. Вернемся к Алибабе, как в частном случае Джеку Ма. Вот посмотрите, как он развивался, начиная от этих желтых страниц и заканчивая целой экосистемой, экосистемой, которая состоит из цифровых платформ. То есть вот здесь начало это платформа 1688.com Это платформа B2B для Китая. Вот с нее все начиналось. Потом была Alibaba, потом были Taibao, Alipay и так далее, и так далее. То есть в каждой платформе вот следующий слайд. Как наращиваются платформы цифровой бэки системы Alibaba? B2B, B2B экспорт Alibaba, B2C Taibao и B2C AliExpress все знаете его, да? Которые сейчас ругают и которые пытаются налогами обложить. B2B импорт это и порт и B2C импорт это Tmall. Но это не все, это просто система цифровых платформ Alibaba, но должны быть еще инфраструктурные цифровые платформы, а именно здесь платформа онлайн маркетинга, платформа облачных вычислений, финансовые, социально-кредитные скоринг, страхование, логистическая платформа. Вот это все вместе есть эта система, которая и двинула цифровую трансформацию в Китае резко. Вот финансовая система торговой цифровой платформы. Если мы говорим об отраслевых цифровых платформах, ясно, что такое платформа. Она соединяет на прямом поставщика и покупателя через через платформу. При этом финансово обеспечивается как поставщик, то есть здесь кредитование кассовых разрывов, технический овердрафт, заметьте рейтинги, чтобы люди видели честен и нечестен. И покупатели, которым даются потребительский кредит, внутри цифровой платформы сколько возможностей. Это принятие предоплаты, депонирование, страховой депозит, подтверждение от логистического сервиса. Если мы смотрим здесь на это изображение, то ответ один. Либо вы делаете цифровую платформу, либо вы контрол. То есть в эпоху цифровой экономики каждой индустрии необходима новая цифровая инфраструктура, то есть цифровой войны. Если сравнить Амазон вот этот график, мы видим запись выложена. Если сравнить вот Амазон и Алибаба, мы видим насколько Алибаба переигрывает эту платформу. У Амазона нет ни финансового сервиса, ни онлайн февелла, ни прайс чат и спор. Мы говорим о платформах. Вот они платформы какие не бывают. Это классификация платформ. Я думаю, что здесь очень много материала, очень интересного материала, можно было бы сделать по этому отдельную лекцию, но вы можете увидеть, что есть технологические, функциональные, инфраструктурные, корпоративные, информационные, маркетплейс, и отраслевые. Есть контуры разные. Мы говорим о том, что при цифровой трансформации каждому контуру соответствуют, вот есть контур автоматизации, это вещь, процесс, система, бизнес. Ему соответствуют цифровые двойники. Оцифрованный бизнес, цифровая модель, оцифрованные процессы, цифровой объект. Выше поднимаемся на контур, уже появляется то, о чем мы сейчас говорим. если мы говорим об отрасли, это цифровая платформа. Если мы говорим об экономике, это экосистема отраслевых цифровых платформ. И, конечно, выше всего человек, с его социальной цифровизацией, цифровым двойником, который является цифровой профилю. Итак, что такое цифровой платформа, система алгоритмизированных взаимоотношений, значимого количества участников рейма, притяненных единой информационной средой. вот здесь самое важное. Приводящие снижение отраслевых издержек за счет применения пакета цифровых технологий. Вот это то, что может привести к цифровой трансформации. Цель, опережающая цель достичь, ну, мы видим здесь цифры оценки восточных стран, 600 платформ вольных систем, потенциал запада 300. А мы говорим о том, что Евразийский экономический союз больше тысячи платформ сделали и целевая точка 2024 год. Кстати, в этой книжке тоже там это все отписано. Но это про платформы, это важный элемент и может быть центральный. Когда мы говорим о цифровой трансформации, мы имеем в виду в первую очередь эти платформы. это невозможно без перечня сквозных технологий. Мы тоже думаем, что в следующий раз или может быть через раз мы сделаем обзор по сквозным технологиям. Здесь наш любимый третий пункт трансформации. Вот эти девять технологий, которые мы понимаем под перечень сквозных технологий. Ну и напоследок кто эти люди? Можете сказать? Их нет. Они генералы. Да, совершенно верно. Всегда найдется человек, который это знает. Но можно сказать, что эти люди ждут цифровую трансформацию, но это не так. Этих людей не существует. Их сформировал искусственный интеллект иронная сеть. Да, хорошо это или плохо. Нам трудно это оценить. С одной стороны, это что-то новое, неизведанное. С другой стороны, это может быть опасно. Мы для этого и хотим собираться, мы хотим обсуждать, мы хотим быть вместе, собирать людей в одной крови и обсуждать все эти проблемы. Спасибо вам за внимание. Спасибо за субтитры Алексею!